Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости четверга, 21 мая. На Камчатке скончались еще два человека с коронавирусом. Это 72-летняя женщина и 46-летний В палатах интенсивной терапии сейчас находятся 4 пациента. Прирост за сутки составил 18 человек. Всего в регионе зафиксировано 554 случая заражения. При этом два пациента сейчас находятся в районах края. Посолки Соболева – это сотрудник рыбоперерабатывающего завода «Кристалл Плюс». Приняты все необходимые меры. Завод закрыт на карантин. Он продолжает работать, но в изолированном абсолютно режиме. Все, кто работали в цехе вместе с сотрудником, находятся на карантине. И в ближайшие дни тотальное стопроцентное обследование всех сотрудников будет проведено силами рыбохозяйственного предприятия. Эта работа осуществляется. В связи с этим мы приняли решение о том, что мы продлеваем режим ограничения транспортного сообщения с районами как минимум до 1 июня. Такой же режим работы авиации сохранится по предварительным заявкам в случае уважительной причины. И сохранится ограничение на межмуниципальные перевозки общественным транспортом. Сегодня с главами районов обсудили вопрос обеспечения масками. Ситуация непростая, связанная с тем, что при поступлении масок на понедельник этой недели во всех муниципальных районах без исключения были доступны по несколько тысяч масок в торговой сети. К другим темам. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края. Владимир Солодов предложил запустить регулярные перевозки рыбы по Северному морскому пути. На совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в Рио губернатора рассказал о развитии рыбодобывающей отрасли Камчатки. Сейчас регион обеспечивает треть общероссийского улова. Из 1 миллиона 200 тысяч тонн добытой на Камчатке рыбы почти 900 тысяч остается на внутреннем рынке. Доставка морем до Приморского края, а затем железной дорогой в центральную часть страны. В пик путины холодильные и другие мощности Владивостока оказываются перегружены. По сравнению с отправкой по железной дороге, перевозка северным морским путем имеет ряд ощутимых преимуществ для нас, особенно важных в период Лососевой путины. Это в первую очередь сокращение срока. Доставка из Петропавловска, Камчатска до Санкт-Петербурга в два раза быстрее, чем традиционный рельсовый путь. Составляет 18 суток на сегодняшний день. Не менее важный вопрос, уважаемый Владимир Владимирович, это сохранение качества продукции, так как отсутствуют лишние перегрузы из трюма в вагон. Для реализации этих преимуществ, на наш взгляд, назрела необходимость запуска регулярных перевозок рыбной продукции северным морским путем. В случае вашей поддержки, мы готовы совместно с Росрыболовством и Госкорпорацией Росатом проработать возможность запуска регулярной судоходной линии с периодичностью не менее двух проводок в месяц, в период с июля по сентябрь. Напомним, первый переход по северному морскому пути состоялся летом 2019 года. Лехтеровоз «Севморпуть» успешно доставил в порт Санкт-Петербурга 5000 тонн рыбы, икры и краба. Переход занял менее трех недель. В России заработала специальная интернет-платформа для предпринимателей. Они могут пожаловаться на действия сотрудников правоохранительных органов, препятствующих ведению бизнеса. Это могут быть, к примеру, нарушения при возбуждении уголовного дела, провокация на взятку, фальсификация доказательств и многое другое. Руководители силовых ведомств обещают, что каждое обращение будет внимательно рассмотрено. У предпринимателей всегда есть вопросы, связанные с административным давлением. И если их скапливается слишком много, это негативно влияет на рейтинг состояния инвест-климата. Презентация платформы и онлайн-конференция «Защити бизнес» от силового давления в Дальневосточном федеральном округе прошли накануне. Бизнес в результате реализации такого ресурса получил возможность отстаивать свои идеи, отстаивать свой бизнес, защищать его при неправильной трактовке со стороны правоохранительных органов. Тем самым напрямую обращаться к руководству правоохранительных органов нашей страны. К другим темам. До осени будут проводить ремонт на улице Океанской. Главную автотрассу приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Часть работ обещают выполнить ночью. Подробности далее. Подрядчики должны сдать главную дорогу в Ленинском районе до 1 октября. Работы уже начались. Сейчас на участке между остановками «Красная сопка» и «Стройматериалы» срезают старый асфальт и подготавливают канализационные колодцы. В протяжении 1700 метров, в квадратуре 25 тысяч квадратных метров. Здесь будет ремонтироваться и сама дорога, и элементы дороги. Это касается замены бортовых камней, это демонтаж, монтаж барьерных ограждений, перельных, это ремонт тротуаров. На ремонт «Океанская» и «Сапунгары» направили больше 130 миллионов рублей. Работы проводят два подрядчика. Асфальт, который будут укладывать, должен прослужить дольше обычного за счет современных материалов. Щебеночно-мастичные асфальт и бетоны с добавлением модифицированной добавки «Колтек». На данном участке будут уложены два слоя покрытия по 5 сантиметров, и в итоге мы получим 10. Значит, новые современные асфальт и бетоны с добавлением модифицированной добавки позволят увеличить срок службы. Эта дорога единственная, которая проходит через весь Ленинский район Петропавловска. Перегораживать ее нельзя, иначе значительная часть города окажется в транспортной блокаде. Поэтому спецтехника работает среди потока машин. Чтобы не усугублять автомобильные пробки, было решено частично перенести ремонт на ночное время. Единственный момент будет касаться тех работ, которые сейчас в фрезеровании выполняются днем. Опять же, это сделано в момент, когда нет большого потока транспортных средств. Ну и второе, самое главное, что есть работы, которые, наоборот, ночью будут приносить неудобства гражданам. Это работы по фрезерованию и ресайфлингу, когда эти участки дорог расположены близко к домам. Поэтому по этим участкам, конечно, придется работать в дневное время, но опять же не в часы пик. В Петропавловске в рамках нацпроекта помимо Океанской и Сапунгары отремонтируют участки дорог на улицах Ларина, Максутова, Владивостокская, Зеркальная, Таранца. Работы уже начались практически на всех объектах. Залина Корбанова, Михаил Рудько, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка». На Камчатке продолжают обсуждать возможные поправки в Конституцию Российской Федерации. Одни из самых важных касаются распределения полномочий внутри Института государственной власти. Этот вопрос, как и все связанные с Конституцией, сегодня разбирали на онлайн-уроке старшеклассники одной из петропавловских школ. В следующий президентский выбор у нас будет в каком году? 24-й. Молодец. В 24-м году. Через 4 года. Тема сложная даже на обычном уроке. А как ее подать онлайн? Андрей Малухин, учитель истории и общества знания, одно за другое обсуждает с подростками предложенные поправки в Конституцию. Многим уже совсем скоро исполнится 18, и они получат право голосовать. Планируется сделать эту вертикаль власти логичной, достроить ее до конца. То есть, соответственно, это у нас будет федеральный центр, это будут субъекты, и субъектам будут подчиняться муниципалитеты. Часть поправок предполагает перераспределение полномочий внутри Института государственной власти. Президент делится полномочиями с Государственной Думой и Советом Федерации. Верхняя и Нижняя палаты Российского парламента будут влиять на формирование правительства и назначение силовиков. Местное самоуправление и органы государственной власти смогут совместно и эффективно решать задачи в интересах граждан. Организация публичной власти в нашей стране была устроена таким образом, что муниципалитеты, то есть место самоуправления, не входили в эту вертикаль. Но по логике вещей должна быть встроена единая система. И, соответственно, сейчас с несением этих поправок как раз-таки эта система и будет налажена, что обеспечит взаимодействие с самым низшим уровнем публичной власти и, соответственно, федерального центра. В Петропавловском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы вся учеба тоже организована дистанционно. Но преподаватели на своих рабочих местах и тоже обсуждают важные для страны решения. Не можем сконцентрировать власть в одних руках. Она должна каким-то образом корректироваться. И очень часто, к сожалению, мы знаем на опыте нашей страны, в некоторых республиках власть берут региональные кланы, которые, вопреки интересам государства, свои идеи реализуют, иногда не совпадающие с интересами всей страны. Поэтому вот здесь я понимаю надежду президента на то, что такие поправки позволят все-таки удержать от волонтаризма и удержать от неверных решений. Еще одна предложенная поправка строго ограничивает число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации. Она начнет действовать только после всероссийского голосования, если пакет поправок будет одобрен. Ольга Семенова, Дмитрий Кузнецов, информационное агентство «Камчатка». И в завершении выпуска страну рыбы и рыбоедов нужно отстраивать заново. Частный музей, который стал камчатской достопримечательностью, пострадал от пожара. Но его владельцы не опускают руки. Подробности у Залины Корбановой. Это была представлена вся промысловая семья камчатских лососей. Но вот остался такой вот только у нас. Сейчас пока единственный вариант. От галереи изображений промысловых рыб и работы художника Максима Черникова остались только следы на закопченной стене. Картина погубил пожар, который вспыхнул в музее страна рыбы и рыбоедов 19 мая. Возгорание произошло днем. Вероятнее всего от короткого замыкания. Дым увидели соседей и вызвали пожарных, которые быстро оказались на месте. Дом спасли. А вот значительная часть экспозиции и помещения оказались безнадежно испорчены копотью и водой. Создатели музея были шокированы гибелью экспонатов. Но в тот же день взялись за разбор пожарища. Очень много друзей откликнулось прийти помочь. В первый же день, даже не просив о помощи, они сами приехали, как только узнали это. Мы будем всеми силами помогать. И очень хочется все заново восстановить, потому что был вложен очень большой труд сюда и силы. Частный музей, посвященный рыбе, был создан семьей Вахриных при помощи четырех крупных рыбопромышленных компаний и других благотворителей. Экспозицию открыли в декабре 2017 года, сделав ход бесплатным. И с тех пор выставку увидели тысячи людей. Туристы, гости из других регионов, которые приехали на Камчатку к родственникам, школьники, пенсионеры, приезжали семьями. Здесь проходили краеведческие встречи и конкурсы. Музей стал одной из камчатских достопримечательностей. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что и отклики такие идут, что страну рыба-рыбоедов восстанавливать нужно, что это важно, что это для нас значимо, что это символ Камчатки сегодня уже стал. Это я прекрасно трезво понимаю, оцениваю и так далее. Но я столь же прекрасно и трезво оцениваю и другую ситуацию, что это требует вложения достаточно больших финансовых средств, чтобы восстановить. До пожара в музее было больше двух тысяч экспонатов. Рыбы стеклянной, деревянной, бумажной, металлической, из керамики, из ткани. Всего не перечислить. Пополнять коллекцию помогали и посетители, присылали из других городов и даже стран. При пожаре погибла половина. Теперь предстоит не только восстанавливать выставочный зал, но и заново собирать экспозицию. В стране рыбы и рыбоедов будут рады новым обитателям и любой поддержке. Залина Корбанова, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка».